И антифашистское сопротивление Вы знаете, что 22-23 числа завершилось то, что тянулось 3 месяца Кучка молодчиков по сути осуществили правореакционный переворот в Украине Сегодня, пользуясь своей безнаказанностью, группы вооруженных людей Под руководством американских инструкторов Делают из Украины, по сути, предаток Запада И не более того Слово для открытия нашей встречи я хотел бы предоставить Депутату городского совета, первому сферю Мариупольского городского комитета Компартии Украины Товарищу Денису Добрый день, уважаемые мариупольцы Я хочу сразу объявить, что наш митинг носит прежде всего мирный характер На данный момент мы не собираемся ни с кем устраивать бойню Ни захватывать какие-то правительственные здания Но мы предупреждаем, что мы народ и нас должны услышать И в случае, если сюда к нам будут заезжать засланные казачки Если меньшинство будет пытаться устраивать свой диктат Мы оставляем за собой право действовать абсолютно другими методами Мы мирные люди Мир бережем Но если придется, мы сможем достойно ответить Уважаемые мариупольцы Сегодня вам сказали, что права радикалы из фашистствующих организаций Фактически привели к власти вторую сторону олигархии Вы посмотрите первые заявления премьер-министра О чем он заявил? О том, что будут сокращены социальные выплаты О том, что поднимут цену на газ Вы скажите мне, пожалуйста Простой народ, который вышел на Майдан Он за это был? Сегодня нас пытаются стравить Сегодня рабочие на Западной Украине На Восточной, в Южной Украине Везде рабочие есть рабочие И нам делить нечего Ни один олигарх не пострадал Ни Порошенко, ни Ахметов Все довольны Вы посмотрите, куда рванул доллар Вы скажите, уважаемые мариупольцы, кто работает на заводе Вам подняли зарплату? Вам пересчитали вашу зарплату по курсу доллара? Они и не будут это делать Потому что это власть антинародная Это не наша с вами власть Одних олигархов убрали Другие олигархи пришли Это принципиальная наша позиция Власть должна быть народная И принадлежать народу Уважаемые мариупольцы Мы считаем, что сегодня в Мариуполе Необходимо создать антифашистский комитет Антифашистский комитет Должен ставить перед собой несколько целей Одна из целей Это прежде всего Разъяснительная работа Объяснить, что есть такое фашизм Большинство из нас Наши деды У кого-то отцы Сощищали нашу родину Положили свои жизни Отдали последнюю каплю крови Чтоб мы жили В нормальной стране Чтоб у нас был мир Однако Фашисты сейчас пытаются Воспользоваться этим По-своему Мы не позволим им это сделать Сегодня ополчение Мариуполя Оно организуется Сегодня появляется очень много людей Молодых людей Которые плечом к плечу Становятся В этом ополчении И готовы будут Защитить Мариуполь Потом Потом скажешь Слово дадут Уважаемые мариупольцы Я бы очень просил Прежде всего Чтоб все Кто тут будет выступать Чтоб мы были В трезвом уме Это прежде всего Это сейчас очень важно Потому что Любая провокация Любой пьяный на митинге Вы знаете Кому принадлежат Средства массовой информации И каким образом Это будет Истрактовано Нет Мы трезвые люди Мы с холодным разумом Мы все понимаем И не дадим Над собой Издеваться Поэтому Уважаемые мариупольцы Я еще раз Вас призываю Что в городе Назрела ситуация Когда нам необходимо Создать Антифашистский комитет Также члены этого Антифашистского комитета Должны создать В городе Общественный совет Который бы контролировал Нашего городского голову И исполнительный комитет Для того Чтобы Всякие приезжие Не выдвигали Свои условия Не давили на город И не выдвигали Свои требования А мы вовремя могли Дать им Надежный отпор Уважаемые мариупольцы Разрешите слово Предоставить Депутату Мариупольского Городского совета Председателю Фракции Коммунистической партии В городском совете Печерышному Григорию Ивановичу Уважаемые мариупольцы Мы Проводим Традиционную встречу С нашими депутатами И в первую очередь Я хотел сказать Что наши Средства Массовой информации Не хотят нам Давать слово Не хотят Чтобы мы Вам сказали Правду А правда Вот такая Даже посмотрите В понедельник Пресс-конференция Всех партий И оппозиционных партий И провластных партий И Свобода И Кличко И разные Собрались Все Обещали Что в городе Будет Спокойно Но на следующий день В ящиках почтовых Появились Листовки Правого сектора Которые Угрожают Что мы Вас выселим С квартир И тому подобное Разве это Учитывая то Что эти партии Подписали Как говорится Соглашение Но остается Все По-прежнему 27 Числа На этой Вернее Пресс-конференции Я попросил Слово Но мне Всяческими силами Хотели Не дать С боем Пришлось Выступить И рассказать О позиции Коммунистической Партии 27 Числа Депутатский День Затем Пресс-конференция С руководителями Фракции Я Озвучал Позицию Компартии И в то же время Сказал Что мы должны Защитить От фашизма Наш Город Но учитывая Все Начали кричать Не упоминайте Слово Фашизм То есть Боятся Этого слова И мое Выступление Скомкали И показали Как говорится Не то что я хотел Сказать На Этой Пресс-конференции Далее Скажу Что Коррупция В городе Продолжается Сейчас Мы настояли Чтобы Завели Уголовное дело По Избирательному Участку 20 2027 Где Было Вбрасывание То есть Люди Уже не понимают Что Свободными Выборами Нельзя Пройти К власти И делают Все Чтобы Протолкнуть Своего Кандидата Заведено Уголовное дело Против Председателя И тех людей Которые Проводили Вбрасывание А теперь Хотел Несколько Слов Сказать О позиции Компартии Позиция Компартии Ставит В настоящий Момент Такие Требования Парламенская Республика В первую очередь Убрать Яблоко Раздора И кражу С бюджета Президентом Второе Федеративное Устройство Республики Украины Часто Многие Сейчас Средства Массовой Информации Путают Слово Федератизм Сепаратизмом Федератизм Это объединение Объединение На добровольных Началах Но В первую очередь Ставится вопрос Мы налогоплательщики В этом городе Бюджет Должен Наш Чуть-чуть Мы отделяем Отдаем Центральным органам Власти Остается Все у нас Мы сами Здесь Распределяем Эти средства АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас Сейчас Давят На Крым Крым Не отделяется Никуда Крым Только просит Вот этих Полномочий Дайте нам Самим Распределяться Нашими Деньгами Не Народ Для власти А власть Для народа Такие Ставятся Задачи Дальше Ставится Вопрос О народном Контроле Не тот Народный Контроль Что Мы имели А народный Контроль Который Должен Разбираться Статочные Комитеты На предприятиях Разбираться Почему Порошенко Ограбил Наш город И забрал Нашу Конфетную Фабрику Почему Хлеб Завод Забрала Семья Януковича И наша Власть И наша Власть Когда мы Говорили Об этом Она Скромно Умолчала Почему Сегодня Заводы Должны Принадлежать Ахметову Эти все Вопросы Должны Нарочать Народный Контроль Дальше Экономическое Возрождение Украины Это Подразумевается То Что Как мы Будем С вами Наполнять Свой Бюджет Первое Или Занимать В фондах Деньги Которые Мы должны Будем Учитывая На газ На коммунальные Услуги Нас будут Услуги Нагнетать Или Или Мы Сделаем Национализацию Тех Стратегических Прибыльных Предприятий Которые В бюджет Дадут Деньги Дальше Вопрос Стоит О чем Не допустить Фашизизации Нашего Общества Не допустить Нацистов В наш Город Следующий Вопрос Это Защита Русского Языка Почему Нам Должны Запретить Разговаривать На своем Родном Языке Ряд Других Вопросов Социальных Будет Партия Ставить И отстаивать Иногда Меня спрашивают А что Партия Молчит Да не Молчит Она Нам просто Не дают Как здесь В городе Так и Везде Выступать И говорить Правду Наши газеты Наши газеты Регулярно Выходят И там Позиция Партия Освещается Поэтому Просим Вас Поддержать Коммунистическую Партию Украины Которая Борется За социальные Права Трудящихся Спасибо Дорогие Товарищи У нас Сегодня С вами Идет Встреча Депутатов Коммунистов Жителями Города У нас Сегодня Выступают Не только Коммунисты Не только Депутаты Но и Простые Жители Вот Подошла Женщина Вот Подошла Женщина Она Хочет Сказать Два Слова Товарищ Полупанова Подходите Я Простая Женщина Я пришла На этот Митинг Так же Как Вы Прочитав Объявление В соцсети Я Пришла И услышав Первого Оратора Который Говорил О том Что Надо Развис Создавать Антифашистские Комитеты И Развис Что такое Фашизм Я Хочу Сказать Мы Знаем Что Такое Фашизм Наши Деды Здесь Проливали Кровь Не для Того Чтобы Пришли Нацисты Наши Памятники Наши Наши Свободы Я Призываю Всех Чтобы Парни Вышел Свисток Вот Просто Сейчас Чтобы Мы Боролись За Федерализацию Чтобы Мы Боролись За Свои Права Создавали Народные Дружины Ополчения Мы Должны Защищать Свои Права И Не Просто Словами Люди Это Наше Будущее Умоляю Вас Просто Соберитесь Все Вместе И Дайте Опор Врагу Сейчас Слово Предоставляется Тоже Простому Парню Товарищу Матросову Здравствуйте Земляки Алло Ситуация Обязывает Каждого Здравомыслящего Гражданина Выступить С активной Позиции По ситуации В стране Я представляю Созданный 27 февраля В нашем Городе Беспартийную Организацию Объединяющую Небезразличных Проблем Проблем Нашей Сегодняшней Жизни Людей Под возунгом Антифашизма Антифашистский Комитет Мариуполя Что Такое Фашизм Мы Понимаем Это слово Как Правую Идеологию Которая В нашей Стране Представлена Бандеровским Национализмом Который Набирает Силу Мы Не поддерживаем Ни Прошлую Власть Знаем Цену Януковичу Партии Регионам И Ну так же Мы Не поддерживаем Сомневаемся В законности Той Власти Которая Установилась Сейчас Киеве И навязывает Антирусскую Позицию Которая Неприемлема Для жителей Донбасса И остальной Части Украины По поводу Фашизма Откуда он взялся Вообще Для начала Вспомним Наши деды Освобождали Родину И мир От фашизма А их деды Стреляли Спину Нашим дедам С 91 Года Мы Наблюдаем Массовую Промывку Мозгов Нашему Населению И всей Украины К сожалению Воспитано Новое Поколение Которое Считает Героями Народа Мазепу Петлюру Бандеру Поколение Которое Воспитано На идее Что во всем Виноваты Клятые Москали И Россия Мы Выступаем Против Любого Национализма Как украинского Российского Любого Фашизма Также Мы Считаем Что Главными Разжигателями Проблемы В экономике Политике В нашем Обществе Являются Олигархи Капиталисты Которые Привели К обнищанию Эту страну Мы Не можем Оставаться Равнодушными Что же Можем Сделать Мы Здесь В Мариуполе Первое Как я вижу Эту ситуацию Объединиться Вокруг Идеи Антифашизма Второе На беспартийной Основе Объединиться Выступить Защитой Русскоязычного Населения А именно Тот закон Который Они приняли Отмена Регионального Статуса Русского Языка Мы не Принимаем Наоборот Есть мнение Выдвинуть Идею Предоставления Русскому Языку Государственного Языка Наравне С украинским По той причине Что Около Восьмидесяти Процентов Если не больше Население Украины Использует В быту Этот язык Тем более Наш регион Исторически Заселялся И русскими Людьми И украинцами И представителями Других национальностей Мы против Межнациональной Розни Виноваты Не люди Представители Ни русские Ни украинцы Ни евреи Ни поляки Ни Представители Кавказа Виноваты Политики В ситуации Которая Происходит Сейчас Более того Олигархи Провластные Партии Все без Исключения Что я предлагаю Что предлагает Мариупольский Антифашистский Комитет Первое Организоваться Здесь На местах Сформировать Дружину Самообороны Чтобы Не допустить Возможного Приезда Гостей Нежелательных Пусть Пусть Каждый Из вас Задать себе Вопрос Что мы Будем делать Что будет Делать Что будут Делать Горожане Если к нам Приедут Представители Например Правого сектора И устроят Здесь Постыдное Факельное Шествие К примеру Кто нас защитит Мы Милиция Мы видели Милицию Сейчас такая ситуация Что надо уже Милицию защищать Мы видели Что происходит Милиция В Киеве Что происходит На Западной Украине Кто нас защитит Юрий Хатлубей От правого сектора Это смешно Поэтому Назрела ситуация Мы должны Сами Объединиться Организоваться Опять же Повторюсь На беспартийной Основе Объединенной Идеей Антифашизма Для того Чтобы В случае чего Дать отпор Отстаивать Свои права Говорить Говорить Нашей местной Власти Что Мы есть И она Должна Отстаивать Наши права Пора вам Граждан Мариуполя Следующее Как я вижу Ситуацию Мы должны Найти Союзников Сейчас Идет Координация Связь С подобными Антифашистскими Дружинами Народным фронтом Например Донецка Который вчера выдвинул Требования Областной Организации Донецкой Области Или уйти В отставку Или отстаивать Права Граждан Донбасса В том числе Русскоязычного Населения Столицы Киеве Потом Мы ориентируемся Внимательно Следим за ситуацией Которая происходит В Крыму В целом Я могу сказать Что многие люди Граждане Мариуполя Солидарны Севастополем В Крыму Также мы Видим Идею Тесной связи Тесной связи С русским народом С Россией Россия 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 Севастополь Россия 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 Я выступаю Не за Путина И Путина И приходит И уходит Россия Остается Фашизм Не пройдет Если мы Организуемся Тогда будут С нами Считаться Считаются Сейчас В данный момент Истории Только с сильными Организациями С сильной Гражданской позиции Понимайте Это Пожалуйста Поддержите Нас Антифашистский Комитет Начал действовать Включайтесь Его работу Узнавайте Больше Есть Электронная Страница Одна из них Антимайдан Вконтакте Антифашистский Комитет Мариуполя Сейчас идет Запись В дружину Самообороны Мариуполя Узнавайте Больше Сейчас Можно Пообщаться Высказать Свою точку Зрения Спасибо За внимание Дорогие друзья У нас Продолжается Встреча С депутатами Городского Совета От Компартии Мы не зря Проводим Эту встречу Здесь Вы знаете Что сегодня У нас Самая главная Повестка На сегодняшний день Это Противостояние Той банде Которая пришла К власти А вот он был Главный символ Борьбы с бандитизмом Вот и мы Также будем бороться И не пропустим Бандитов на свою землю Я сейчас бы хотел Предложить Выступить Члену Антифашистского Комитета Товарищу Пуговкину Уважаемые Мариупольцы Я хочу Зачитать Объявление Которое Пришло к нам В группу Антифашистский Комитет Это Объявление Написала Девочка Которая проживает В Центральной Украине Возможно кто-то видел Возможно кто-то нет Ребята Не поддержавшие Майдан Многие из нас Сейчас чувствуют Себя подавленными Вот что говорят люди У меня отбирают Мою страну Мне не оставляют Пространства Для жизни Я задыхаюсь Как же больно Во-первых Вы не одиноки В своих переживаниях Во-вторых Эти переживания Абсолютно адекватны Тому как с вами Обращаются Волна гражданской войны Пытается сломить Несогласных И то Что это агрессия Моральная А не физическая Не оправдывает Агрессоров То Что Это делать Не заезжий Дядя А ваши друзья И знакомые Тоже Я прошу Передать мои слова Тем Кто испытывает Подобные чувства Я считаю Что каждый человек Должен иметь Оружие Против манипуляции И унижения Это оружие Понимания Механизмов И умение Распознавать Приемы Мы имеем Право Оборонять Своё достоинство И свои ценности Я хочу сказать Всем жителям Западной Украины Всем нашим Украинцам И Львов И Тернополь И Ивано-Франковск Украинцы Мы Мариуполь Донбасс Луганск Одесса Крым Мы не против Простых украинцев Мы против того Что ваш Протест Который вы высказывали Против власти Против этой системы Которая лишила вас Средств на существование Сегодня подхвачен Фашистами Которые откровенно говоря Они воспитывались В западных лесах Они спонсировались Европейским Союзом И Америкой И сегодня Вас с помощью Оружия подавляют И то же самое Что они делают У нас в Крыму То же самое Как они маршируют У нас правый сектор В Харькове Пытаются это сделать В Одессе Так же сам они вам Заткнут рты И не дадут Слово сказать Когда сформируют Своё правительство В Верховной Раде По существу У нас Ничего не поменялось Один правитель Кинул нашу милицию Я по-другому Это назвать не могу Те ребята Которые горели На баррикадах Которые Защищали Эту буржуазную власть Эти ребята Сегодня герои И я считаю Что нам нужно Высказать поддержку Нашему перкуту Ребята Мы с вами И сегодня Несмотря на то Что в наших рядах Большое количество Спецслужб Они будут Защищать И эту власть Которая сегодня Пришла И помаранчивы Националистов Потому что Они точно так же Хотят кормить Свои семьи Потому что Им точно так же Нужно воспитывать Своих детей Но я уверен Что в глубине души Они все равно Поддерживают Наше протестное движение И они точно так же Станут на защиту Нашей Социалистической Украины Которую мы с вами Сделаем вместе Еще Хотелось бы сказать Те события Которые происходят Сейчас в Крыму Не оставляют Равнодушными Никого Из здесь стоящих И я Могу заявить Что Мариуполь Присоединится К Крыму И если ребята Будут защищать Своё светлое будущее Мы найдем людей Мы найдем Возможность Чтобы защитить Наш Мариуполь Наш Донбасс Наши заводы Наши шахты Фашизм Мариуполь В Украине Вас точно не пройдет Дорогие друзья У нас продолжается Встреча С нашими депутатами Здесь подходят Люди Просят слово Дадим человеку Из толпы Я терпеть не могу Слово Простая Я не простая Пенсионерка Я пенсионерка В лапках В лыкой державы Тошно Противно Жить в этой стране Так вот У меня есть Первое поручение К антифашистскому комитету Улица Бердичевская 1 Город Киев Госпиталь МВД Информация из интернета 74 Человека Наши дети Их не кормят Не лечат По приказу Генерал Хоруджо Поруби Ядлин Так вот Ни завтра Ни послезавтра А сегодня и сейчас Нам нужно спасать Своих детей Это опасно Значит Если есть у кого-то Какие-то предложения Я считаю Что эту информацию Нужно проверить Антифашистский комитет Вы должны спасти наших детей Обязанных Те, чью задницу Они прикрывали Их бросили И бросят И тех, и других И портфели начали делить Нисходя с трубок Сами стреляли Сами убивали И теребанили портфели Льготы они отменили Да нафиг им эти льготы нужны Они без ввод проживут У меня все Дорогие друзья Слово предоставляется Депутату городского совета От компартии Товарищу Гуркуриной Уважаемые мариупольцы Мы не просто пришли сюда Как и в 91-м Народ как всегда обманут Тогда был обманут Лишив нас Огромной Нашей советской страны И сейчас нас пытаются обмануть На Майдане Да Были простые люди Которые пришли туда Со своими проблемами Потому что Не власть-то или иная А сам капитализм Привел их туда Привел потому что Лишили нормального образования Нормального медицинского обслуживания Нормального обслуживания жилья Нормального обслуживания транспортом Состояние дорог Скверов Парков Зеленых зон и прочее Вы знаете Какая борьба только в городе Мариуполь велась в последнее время Когда нас Четверо депутатов Воевало за то Чтобы город сделать краше Чтобы город был богаче Чтобы в доход города Шли деньги в бюджет Которые бы распределялись потом На пенсии И на другие нужды Но очень мало что удавалось Потому что была Была эта власть Голубая Мы с ними боролись Мы точно так же боролись Перед этим с оранжевой Но нас сейчас Обвиняют во всем В чем? В том что сегодня Верховной Раде коммунисты Не голосуют За те или иные Преступные законы Но тогда наша партия Предложила Провести референдум Чтобы избежать Этого кровопролития Почему не допустили Народный референдум По выбору права В таможенный союз Или в Европейский союз Все приобретало Уже горячую сковородку Но власть молчала Власть не реагировала Только в последнюю минуту Это случилось А народ Никто не слышал И сейчас не услышит Так вот В одном городе Мариуполе Мы не построим Сегодня другое общество Нужна вся страна Единая страна Без национального признака Без социального признака Страна просто Украинского народа И мы сегодня Не выступаем За разделение страны На красных, белых, Оранжевых, зеленых Мы говорим Мы единый народ И дайте нам право Быть героями здесь Потому что Герои на Майдане А здесь не герои Да? Поэтому Мы сегодня За то, чтобы Наши народы Во всех республиках Во всех республиках Поднялись наконец-то И сказали Своё человеческое Мирное слово За дружбу За мир За победу Слово предоставляется Даже не знаю Как парня зовут Попросил Пускай Ростислав Я хочу сказать о том Что я против раздела Украины Я родился в этой стране Живу и люблю эту страну И живут в этой стране Много хороших людей На западной Украине И в центре Украины Есть всё равно люди Думающие Не те купленные Которые продажные Твари Извините за выражение И к этому есть То есть Есть конкретные предложения На этот счёт То есть Наше Государство Наше Заработок Государства Никакой Это только наши налоги И всё Это Гослотерея Банк государственный Это Ну таможня Опять же Налоги Платим Мы втридорого Опять же Государству Сами Своих же карманов Предприятие Никак Не платит Никаких Наши заводы Не платят Никакие деньги Нашему государству Они выходят в ноль За счёт того Что налог Выходит на Стоимость И всё Опять же Мы покупаем За эти деньги Тратим же Свои деньги То есть Все крупные предприятия Какое предложение Все крупные предприятия Нашей Украины Сделать государственными И за счёт этого Пойдут большие притоки В госбюджет Начнёт государство Что-то производить А каким образом Хозяевов этих Больших государств Больших предприятий Ничего с ними Не стоит Их там Не стрелять Не бегать За ними Ничего Просто люди Соберутся На заводе Про голосуют За своего нового Директора И система Порушится На заводе Система Будет новый директор За счёт рабочих Кто выберет Кого Он скажет И То есть Рабочий человек Собрались У нас есть на заводах Планёрки Обсуждают люди Какие-то проблемы Там ничего Молчат Давят нас на завод Опять же Отменили Там до хрена Всего Ещё Отменяют И как бы Молчат И ждут Заботятся За свои места И боятся Того Что Их выкинут С завода Они станутся Без работы И поэтому Молчат А так происходит И у нас Происходит Такая же херня И в западной Ну не знаю Там они работают Не работают Сколько людей Сколько мнений Деньги На Майдане Зарабатывают Едут на заработки Но есть же и люди Нормальные Адекватные Думающие То есть У нас тут тоже Большая Донбасс Украина Огромная Много людей Если мы скажем Они должны с нами Считаться С нашими требованиями Если мы скажем К примеру Четко прописанные Требования Чего мы хотим Вот Мое требование Это первое Это я хочу Чтобы государство Чтобы заводы Все крупные Порты Которые выкупили Которые доились Другими людьми Украина доилась Они все поубегали Сейчас И теперь Все стало Сейчас опять Начинают делить Не могут понять К чему прийти Спасибо Уважаемые Я к вам Обращаюсь Такой просьбой У кого есть Родственники В Гиеве Пожалуйста Пусть поддержат Ребят Обращаюсь Спасите Ребят У меня Два сына Военных Это страшное Дело Я вас прошу Помогите Позвонитесь Не стешите С ними Подкормите Их Ура Уважаемые Жители Мариуполя Вы только Слышали Только что Перед вами Выступал Молодой Парень Вы видели Этот человек Абсолютно Не подготовлен Его никто Не готовил Но Он уже Понимает Что заводы Наши Должны Работать На нас И должны Быть Государственные И принадлежать Мы А не Олигархам Уважаемые Мариупольцы А в свете Того Что мы Видим Что мы Собираемся Что мы Единая Сила Есть Предложение 8 Марта В субботу На праздник Женщин В борьбе За свои Права Выйти На демонстрацию И показать Что Мариуполь Против Фашизма Сбор В 10 Часов Около Драмтеатра И демонстрация К памятнику Ленина Там Большая Площадь И проведем Мероприятие Нет фашизму Нет капитализму Заводы В государственную Собственность Добрый день Мариуполь Я рабочий Буду говорить С рабочей Примотой 22 числа Когда встречали Избежавшую Из зоны Тимошенко А по-другому Никак Людейской Нельзя обосновать Это и действие Картинка Ассетиви Чтобы не было Ниговора Что я что-то обманываю Это можно проверить Картинка Ассетиви 21-20 21-30 Исполняется Гимн Украины На Майдане И в это время Показывают Майдан И над ним В гордом одиночестве Реет Над всем Майданом Не флаг Украины Не флаг Евросоюза Флаг Сексуальных Меньшин Больше Издевательства Над гимном Нельзя было Придумать Большего Издевательства Над вами Народом Нельзя было Придумать Если взять Сложить Те флаги Под которыми Выступали С 91-го Года Все Провидители Всех Уровеней Посмотрите Все цвета И их оттенки Как раз И сложат Этот флаг Вы извините Пидорасов Так что Промолчим А тот Кто молчит Пусть готовят Василий Они придут Они найдут Граждане Я предлагаю Чтобы наш митинг Приобрел Более организованные Формы Я как вижу Уже в горосполкома Собирается народ Я считаю Что нам Нужно Выставить Определенные Четкие И ясные Требования К нашим властям В связи с этим Я считаю Что первое Мы должны Объявить им Свою волю И свое Своё настроение Читаю Мы Жители Города Мариуполя Собравшись Для обсуждения Ситуации Сложившейся В стране Считаем Что в Украине Произошел Вооруженный Захват Власти Решения Рады Являются Сомнительными С точки зрения Легитимности Поскольку Голосование Происходило И происходит Под угрозой Жизни депутатов Со стороны Незаконных Вооруженных Формирований На граждан Украины Оказывается Незаконное Силовое Давление В связи С этим Мы требуем Первое Пусть Эти представители Власти Определятся Со своим Отношением Первое Мэру города Мариуполя Хатлубе Определиться С отношением К захватчикам Центральной Власти В Украине А Выступить Пережителями Города Мариуполя С заявлением Четко Определяющим Его гражданскую Позицию И здесь Не прокатят Заявление Что я С народом Это не пройдет Здесь Народ Тот Кто бросает Бутылки С коктейля Молотова Это тоже Народ Но это Бандиты Так пусть Он скажет С кем он Со своими Избирателями Или с Бандитами Обратиться К горожанам Соответствующим Заявлением Используя Средства Массовой Информации Пусть Напечатают Свои Вступления А то Он сейчас Скажет Одно Потом Другое В случае Отказа Мэра От своих Прямых Обязанностей Действия В правовом Поле Воле Воле Избирения Народа Мы Общественные Представители И активисты Города Оставляем За собой Конституционное Право Объявить Городской Власти В лице Мэра Города Вот у Недоверия И потребовать Проведения Новых Выборов Второе Потребовать От депутатов Города Мариуполя Представителей Силовых Структур Милиции Прокуратуры СБУ Подтвердить Или опровергнуть Свою Приверженность Законно Избранному Президенту Украины И в связи С этим Первое В случае Неприятия Законной Власти Депутатам Сложить Мандаты А офицерам Уйти С занимаемых Должностей Второе Мэру Города И соответствующим Структурам Рассмотреть Вопросы Перевыборами И назначение На посты Силовиков Людей Верных Закону А теперь Самое Основное Финансовый Вопрос Упорядочить Финансовые Отношения С Донецком Мы Недавно Видели Как Шишацкий Говорил Что Донецк Находится На первом месте По перечислению Денег В Киев 1 миллиард 200 миллионов Гривен Они туда Перечислили А получили 500 тысяч Вот В связи с этим Ограничить Перечисление Денежных Средств Донецк Суммой Соответствующей Процентному Вкладу Мариуполя В бюджет Города Донецка До Прекращения Незаконного Перевода Донецкими Милостями Денежных Средств В сторону Киева Оставшиеся Средства Это Следующий Пункт Использовать Для нужд Города Мариуполя Выплаты Пенсии Зарплаты Погашения Долгов Государственных Структур Города Четвертый Ком Ближайшие Выходные Организовать Собрание Представителей Общественности То есть Собрать Представителей Больниц Заводов Актива Города Для выработки Программы Действия В ответ На вооруженный Захват Власти В Киеве Вас не смущает Что мы Сегодня Собрались На самой Маленькой Площади Киев Киева Ну будем Мы в Киеве Мариуполя Они бы нас Еще по подъездам Начали Расталкивать У нас что Тут Какая-то Тусовка Или сбор Граждан Так вот Я предлагаю Чтобы мы От них потребовали Пусть Следующее воскресенье Выделят нам Какой-то Не знаю Это самый ДК Металлургов Чтобы мы там Собрались все Представители народа Там в зале Силовики Все И мэр Пусть там будет Чтобы люди Собрались на площадь Чтобы была Трансляция Чтобы люди Выступали И приняли Определенные решения Точные Четкие А вот это Кручение Оно на ней Подходит Пятое Мэру города Рассмотреть вопрос Возможной Вооруженной Агрессии Со стороны Незаконной Киевской власти И приготовиться К ее отражению Это он сейчас Говорит Что все спокойно Все хорошо Когда они сюда Приедут Будет поздно уже Значит пусть Отчитается Что сделано Какие средства Приведены в бою Готовность Какие беседы И прочее Что там С силовиками Вообще у нас творится Вообще они есть Или нет И Шестое Силовикам города Рассмотреть вопрос Взаимодействия С представителями Народного ополчения Провести соответствующий Беседный инструктаж Нам нужны офицеры Нам нужно руководство Люди у нас Не подготовлены То есть надо Чтобы подошли Афганцы Взяли там Какие-то Командные должности Во всяком случае Должности инструкторов Выступили Научили людей Ну не с палками И седьмое Седьмой пункт Я считаю Более лояльный И как-то более такой Предложить То мы требовали Предложить Властям города Во избежание Провокации И несанкционированных Действий со стороны Граждан Временно Ограничить Проведение митингов Партиями Поддерживающими Киевский Майдан Я считаю Что вот эти вот Господа Которые собираются На Ленина С подачи Местных властей Которые заигрывают С Киевом Вот это Это граждане Это несчастные люди Я вам скажу так Не надо их бить Не надо их гнать Нам нужен Враг Или там Нам скажем Не враг Скажем так Соперник достойный Наших сил Не надо бегать По подворотням Ловить этих людей Они и так Всеми зашуганы Запуганы Помните Что в основном Мы православные люди Да Мы убиваем врага Но мы над ним Не издеваемся Если человек упал На землю Его не надо бить Дальше Значит он уже Все Он сдается Вы подумайте об этом Все Спасибо Слово предоставляется Жителю города Товарищу Гумыри Дорогие друзья Мы сегодня Собрались с вами Я так думаю В ответственный момент Когда судьба Нашей родины Как говорится В наших руках Все мы прекрасно Понимаем Что в этот Миг В этот час Бантеровско-фашистская Наволочь Объявила войну Всему украинскому народу От западной Украины И до Крыма Включая юг Восток Поэтому Эти товарищи Которые пришли сейчас К власти Они не только пришли Просто к власти Они пришли Уничтожить Нашу память Глумиться над памятью Наших предков Над их подвигом В Великой Отечественной войне У этих людей Ничего нет святого Они готовы Топтать все и вся Уничтожать наши Дорогие Прекрасные памятники Уничтожать Те могилы Советских воинов На которых Матеря еще недавно Оплакивали Слезами Погибших своих героев Поэтому мне хочется Сказать и призвать вас Чтобы мы все Объединились Чтобы мы обратились К нашим Самым прекрасным Внутренним чувствам Чтобы мы Могли дать Решительный отпор Этим Ничтожным Негодяям Подонкам В лице Парупия В лице Михальчука Яроша Всей этой Навовочи И вышвырнуть их Действительно Не только из Украины Но и из Галиции Насколько мы все знаем Западная Украина Это Была Территория Польши Территория Австро-Венгрии И Румынии И никакого Права Морального Они не имеют Даже говорить о том Что Украина Принадлежит им Поэтому я предлагаю Еще раз Объединиться Со всеми Здравомышлящими Антифашистскими силами Не только в нашем регионе Но и в Крыму В Харькове В Луганске В Донецке И самое главное Сделать так Чтобы власть На местах Стала действительно нашей Чтобы наш мэр Который Как паршивая овца Спрятался И выжидает Чья возьмет Почет Он выжидает Живет Когда новая власть Принесет ему портфель И он станет Гаулятором Города Мариуполя Поэтому Мы должны решительно Заявить ему Чтобы он пошел В отставку Вместе со своей бандой Потому что Грабеж нашего города Пора уже Положить этому Беспределу Конец Этой банде Которая ничего Не будет делать Для народа Он хочет поменять Одно кресло На другое И готов поднять руку Вместе заодно С этой бандеровской Наволочью Еще мы должны Прекрасно понимать То Что главная задача Этой бандеровской Нечисти Отсечь нас От наших братьев Русских Потому что Уничтожение идет Не только Православной церкви Но и всего Православного Человечества Как заявил Главный радикал Ярош Главный поход Будет идти на восток Когда мы покорим Юго-восток Крым Мы пойдем на Россию И в этом помогут нам Западные товарищи Но мы знаем Что это за товарищи Поэтому наша Первоочередная задача Здесь разобраться С местной властью Причем в законном порядке В законном Потребовать Чтобы они пошли В отставку Потому что Предателям Не место на этой земле Давайте почтим Память героев Беркута Которые Проливая кровь Защищали Не только Улицы Крыма Но и улицы Нашего города В дальнейшем Поэтому Вечная слава Героям Беркуту слава Давайте минуту молчания Помолчи Шапки вон Большое спасибо Я думаю Что мы все будем вместе И объединимся В нашей победе Я не буду вам настроен Скажу просто Что у нас в Мариуполе Сейчас Практически у всех Идет душита Вот с такой властью Правильно Зарплат в заводе Нема Смысл Смысл такой жизни Если мы счастлив Станем все Вместе Дружно Не будем отдавать отпор Вот этим мажорам В Киеве Тупым Россия! 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 Я не знаю Зачем мы это сделаем Я надеюсь Что в нашем городе Все станет хорошо и красиво Мы поддерживаем правительство, 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 правительство. Мы не там в Киеве, а здесь. Здесь и на Киеве. Мы, русские, и украши народы одновременно. Не хотим фашизмом, а мы хотим мир. Браво! Я прошу бег! Ну, снимать нам видео! Черно-желтый, черно-желтый, это да! Это бывший флаг Донбасска и Олдаска! О, 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 ребят! АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что нас обязательно будут обзывать провокаторами все официальные команды. Иди бандеру в жопу подниму! АНТОЛЬ! Путь умеет! 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 Путь! Путь умеет! Путь умеет. Подог Favor Он куда-то этот ушел, на какую-то шоколадку, на какой-то стесать. Ну все, на телефоне.